Друзья, всем привет! Это Заметки на полях. Расскажу вам, как прошел сегодняшний день. Сегодня утром мы были в спорткомплексе Кировец. Там занимаются ребята на колясках, которые играют в баскетбол. И несмотря на все свои травмы, у кого-то там не работают ноги, у кого-то какие-то другие особенности по здоровью. И вот ребята все равно приходят, занимаются, играют в баскет. Есть еще пловцы, но основная проблема в том, что в Кировце, как и везде, нет воды. С бассейном огромные проблемы. Пловцы занимаются сухими тренировками, как правильно назвать. И, конечно, ребята огромные молодцы, несмотря на то, что у них особенность по здоровью. Они все равно находятся в силы заниматься, стремиться к чемпионатам, турнирам, и мечтают выигрывать эти соревнования. И даже в условиях боевых действий они все равно приезжают на тренировки. Даже несмотря на то, что они живут в обстреливаемых районах, находят возможности, приезжают на тренировки, даже когда бывало и попадали под обстрелы, занимаются, потому что хотят жить, развиваться, а не просто там сидеть дома на диване и плакать, что вот, у меня там ноги не ходят. Так что огромный респект пацанам. Ребята тоже может быть меня кто-то смотрит, там, из военнослужащих, либо там из гражданских, кто получил какую-то травму, там, ампутацию, либо еще что-то в этом роде. Вот. В Кировце можно прийти и, например, начать заниматься баскетболом или плаванием. В общем, все это есть. И если ты получил какую-то травму, там, стал инвалидом, это не значит, что можно поставить на себе крест. Вот. И, там, спиться, либо наложить на себя руки, это значит, что надо собраться, приложить, конечно, немного усилий, и вполне себе можно вести полноценную жизнь, заниматься спортом, и иметь, ну, как сказать, желание, да, жить дальше. Вот. А потом мы поехали с ребятами, волонтерами, передавать буханочку медикам. Как вышло? Мы недавно были в девятой бригаде, у медитов. Нас Катя спорит, а вот туда отвезла. И там прекрасные женщины-медики. Ну, вообще, крутые ребята. И у них буханка, в общем, вся посечена. Она выезжала на эвакуацию, рядом был прилет. К счастью, водитель не погиб, все нормально. Но буханки вообще обнулись, вся восколка посвященная. И вот, ребята, волонтеры откликнулись. Ребята, волонтеры откликнулись на мою просьбу. Сказали, что как раз у них там сейчас собираются буханки на фронте. Я сказала, что я знаю, куда везти. И вот сегодня мы ездили, отвозили в девятку медикам. И шел просто ливень ужасный. Я ощущаю, что вся мокрая. Но нам все-таки удалось доехать без происшествий. Вообще, сегодня немножко день не по плану пошел. Хотел в девятке еще поснимать ребят. Но что-то как-то войнушка обострилась, в общем. И сегодня все очень так напряжены. Все на боевых. И вообще не до съемок, на самом деле. Но к медикам мы заехали, буханку передали. Все супер. Ребятам-волонтерам огромное спасибо. И Дмитрию Трухачеву, с которым, собственно, мы и связались. Вообще, ребята, если у вас есть возможность, есть буханки, чините их, ремонтируйте и привозите сюда. Транспорт на фронте очень-очень важен. Это практически расходный материал, но это то, что спасает ребятам жизни. Это очень-очень важно. Вот. Так что оставайтесь со мной, следите за моим телеграммом. Телеграмм Марьяна Батьковна, это мой единственный телеграмм-канал. А я пойду сушиться, отдыхать. Очень сложный день, плохая погода, вероятность обстрелов. Но вроде все нормально. Работаем дальше. Всем спасибо. Всех обнимаю. Ваш Марьяна Олла.